МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу События в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. Многодетным семьям помогут. Как изменится размер пособий? Меньше загрязнений, меньше выплат. В Самаре планируют отменить транспортный налог для владельцев авто, работающих на газу. Из футболистов в наставники. Экс-капитан Сергей Корнеленко стал тренером команды «Крылья Советов». Пособие по уходу за ребенком увеличивается в 50 раз и составит более 10 тысяч рублей. Такая финансовая поддержка реализована с помощью федерального проекта «Демография». Также для детей из многодетных семей в Самарской области в этом году планируется повысить компенсацию за школьное питание в два раза. Она составит 700 рублей на ребенка. Какие документы нужны для выплаты пособий, узнала Валерия Куценко. Крылья, ты помнишь, как мы с тобой эти деревья савалили? Ты что, маленький был? Помню. Да, ты маленький был еще. Мы еще елки там сажали. Сажать деревья и расти детей – девиз многодетной семьи Ульяновых. Они воспитывают двух мальчиков и девочку. Глава семейства Александр показывает место во дворе, где они с женой, когда родился первый сын Гриша, посадили березы. Сейчас этим деревьям семь лет, как и старшему сыну. Вместе с деревьями выросла и семья Ульяновых. Теперь у них есть трехлетняя дочка Ариша и пятимесячный Миша. Всегда хотелось детей. Старший родился, потом жена училась, я работал. Уже решили второго. Дочка родилась. Ну, пока что-то так хотел, что я это уже. Ну, когда один, кажется, тяжело, двое, когда уже двое, и третий, кажется, не так и тяжело будет. Гриша у нас в шесть с половиной пошел в школу. Говорит, старик, надоел, пойду в школу, беру, что хотите. И в шесть с половиной уже пошел в школу. Сейчас уже закончил, это ну отлично. С сестрами, братьями мне даже стало лучше. Я занимаюсь плаванием, иногда играю в шахматы. Сейчас нас, ну, Миша, Гриша, поет нас водичка. Да, мам. И аккуратно. Когда в семье родился третий ребенок, Ульяновы обратились в Управление социальной защиты для выплаты пособия. Такую поддержку предоставляет государство по национальному проекту «Демография» ежемесячную денежную выплату в размере 10 тысяч 565 рублей. Выплаты по уходу за ребенком семья будет получать, пока ему не исполнится три года. В Самарской области она предоставляется тем, чей доход составляет менее 28 тысяч рублей на каждого члена семьи. В этом году данная выплата уже предоставлена более 15 тысячам получателей. Выплаты, конечно, никогда не бывают лишними. Конечно, их всегда хочется больше, сколько бы ни было. Но, конечно, помогает и поддержка государства, и выплаты. Вопрос многодетности был решен, наверное, еще до замужества. То есть с мужем не было определено, сколько мы хотим конкретно детей. И дети – это наше будущее, наша жизнь. Здоровые дети – это наше счастливое будущее. Как-то все давалось довольно легко. И поэтому вопрос о том, заводить ребенка рожать или нет. Дети рождать в большой любви. В Самарской области на социальный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2019 году выделили почти 4 миллиарда рублей. Это различные пособия, льготы многодетным семьям. Данная мера социальной поддержки является достаточно востребованной и весьма весомой поддержкой многодетных семей. Так, в городе Самара получателями ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка являются почти 4 тысячи семей. Ежемесячная выплата назначается со дня рождения, то есть право на получение данной выплаты возникает со дня рождения ребенка, если ребенок родился не ранее, 31 декабря 2012 года. Также многодетной семье положено пособие к началу учебного года на каждого ребенка-школьника. В этом году планируется увеличить размер пособия на питание в два раза. Оно составит 700 рублей на ребенка. Кроме того, многодетные семьи могут получать льготы на оплату коммунальных услуг. Для оформления всех пособий нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие родство, и справку о доходах родителей за три месяца. Подать заявление также можно через сайт госуслуг. Валерия Куценко, Николай Епифанов, События. Противопожарные щиты с огнетушителями, план и эвакуационные выходы. В Самаре к новому учебному году проверят на пожарную безопасность 157 школ. В одном из учебных учреждений в школе-интернате номер 9 побывала Елена Малютина. Школьный двор и сад уже готовы встретить детей в сентябре. А вот самому зданию только предстоит пройти проверку. В первую очередь сотрудники МЧС обращают внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям необходимо срочно покинуть здание. В школе круглосуточного пребывания учится 110 человек. Педагогов регулярно проверяют на умение действовать в чрезвычайных ситуациях. Учат без спешки и паники эвакуировать учеников. В случае чрезвычайной ситуации мы, возможно, эвакуацию детей проведем без зимней одежды. Да, такое рассматривалось. Шли в ближайшее здоровье. Ну, в санаторий здоровья. В санаторий здоровья. Противопожарные щиты с огнетушителями, план и эвакуационные выходы на каждом этаже. Всего их в школе три. На первом располагается несколько учебных кабинетов. Кафе, мини-спортзал, медицинский блок. На втором – спальни, а третий – учебный корпус. Все соответствует требованиям. Все обозначено. Обозначен выход с одной стороны, выход с другой стороны. Пожарная сигнализация обозначена также знаком. И пути эвакуации, как вы видите, движения обозначены все стрелками. Стеклообои, противопожарное покрытие пола, его еще называют гемогенным. Случай возгорания не дадут огню быстро распространиться. Сертификат имеется на покрытие стен, на покрытие пола. И краски используются тоже только водоэмульсионные, только с сертификатами. Здесь у нас соответствует. То есть здесь мы посмотрели пакет документов, который был представлен данным образовательным учреждением. Здесь то, что касается пути эвакуации и представленным сертификатом пожарной безопасности, здесь все соответствует. К новому учебному году в Самаре проверят на пожарную безопасность 157 школ. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Губернатор Самарской области назвал героем пилота Дамира Юсупова. Напомню, пилот вместе со своим коллегой Георгием Мурзиным сумел посадить в поле самолет в невероятно сложной ситуации. Аэробус А321 Уральских авиалиний в девятом часу утра вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. При взлете у воздушного судна отключились оба двигателя. Один из них загорелся, другой потерял тягу. Хотя оба двигателя не работали и шасси были убраны, пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили самолет на ближайшем кукурузном поле. Жертв удалось избежать, спасти удалось 233 жизни. При этом второй пилот, стало известно сегодня, Георгий Мурзин был госпитализирован. Он получил травмы при посадке. Эти парни сотворили сегодня настоящее чудо. Дамир Юсупов, командир воздушного судна, когда-то был нашим коллегой. Работал в фонде жилья и ипотеке Сызрани и был зампредседателя татарской автономии города. А теперь он настоящий герой, который спас жизни более двух сотен человек, написал Дмитрий Азаров. Семья Чудайкиных отметила железную свадьбу длиной в 65 лет. Он ветеран Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Она полжизни посвятила педагогике. В чем секрет семейного счастья, узнала Мэри Илча. Июль 1954 года стал судьмоносным для Лидии Дмитриевны и Владимира Ивановича. Ей тогда было 21, ему 29. А первые встречи помнят в деталях до сих пор. Познакомил супругов брат Лидии Николай. Я подошла, поздоровалась, а она говорит, знакомьтесь, это моя сестра. А я про себя думаю, и чего меня с стариками все время знакомят, хвальтся. Уже на следующий день Владимир Иванович сделал Лидии Дмитриевне предложение руки и сердца. Так и началась их история. Родили дочку Валентину, сейчас занимаются воспитанием внуков и правнуков. 65 лет, рука об руку, и в горе, и в радости вместе. А у него выражение такое. Я гляжусь с тобой, добро мне договоришься. Берет меня за руку и в ЗАГС. Вот он жалуется, 65 лет мне шею пилит. А я ей говорю, ну никак вот не допилю. Терплю. Юбиляры рассказывают, бывало и ссорились, и денег не хватало. Но была любовь и понимание. Это и помогало сохранять союз. Любить надо друг друга, уважать надо друг друга. Хорошо трудиться и создавать семья. Вот некоторые говорят, что семья – это рай. В семье все бывает. Поздравить с годовщиной свадьбы семью Чудайкиных приехала глава города Елена Лапушкина. Я хочу вам пожелать прежде всего еще долгих, здоровых лет жизни. Чтобы вы всегда нас радовали, чтобы вы радовали своих родных и близких. Были долго с нами. Здоровья вам, дорогие. Железная свадьба, а именно так называют годовщину брака длиной в 65 лет, не предел. В планах у супруга встретить и благодатную свадьбу. Ее отмечают после 70 лет совместной жизни. Любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет с лякоть и пороша. Мэри Елчан, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре планируют отменить транспортный налог для владельцев автомобилей, работающих на газу. Это топливо гораздо дешевле бензина и атмосферу загрязняет меньше. Сейчас проект документа прорабатывается в правительстве региона. О развитии рынка газомоторного топлива в регионе говорили на конференции, посвященной газификации транспорта. Какие задачи стоят перед Самарской областью, расскажет Лариса Шалафаст. Экологичное, экономичное и безопасное. Так эксперты говорят о газомоторном топливе. Переход на метан позволит значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу. По результатам мониторинга, которые приводит региональное министерство промышленности, в год только на территории Самары машины выбрасывают больше 370 тысяч тонн вредных веществ. Если перевести большую часть машин на газ, эта цифра сократится в 10 раз. Кроме того, газ дешевле бензина. Покупая 10 литров бензина, тратя на это около 500 рублей, может проехать 100 километров. На газе метан, покупая тот же самый объем топлива, он тратит намного меньше, он тратит всего лишь около 170 рублей и также проезжает около 100 километров. Соответственно, это безусловная экономичность, это безусловная экологичность и это безопасность, потому что, как мы все знаем, метан имеет четвертый класс опасности, самый безопасный на сегодняшний день. Развитие рынка газомоторного топлива – задача, поставленная правительством страны. Для регионов заданы конкретные показатели. К 2020 году не менее 50% общего количества машин должно работать на природном газе в Самаре, 30% в Тольятти и 10% в Сызране. Быстро перевести машины на природный газ мешает высокая стоимость как самих машин, так и переоборудование техники, работающей на бензине. Чтобы достичь заданного уровня, региональное правительство разработало меры поддержки. У нас разработан ряд мер поддержки. У нас есть как прямая финансовая поддержка тех организаций, которые переводятся, или частных лиц, которые переводят свои автомобили на газомоторное топливо. Так у нас есть меры поддержки для муниципалитетов, которые помогают закупать им транспортные средства на газовом топливе. В регионе уже выдаются субсидии муниципалитетов на приобретение общественного транспорта и машин для коммунальной сферы на газомоторном топливе. Также возмещают часть затрат на переоборудование уже работающей техники. Одна из задач – развитие заправочной инфраструктуры. Для этого, начиная с 2020 года, региональным правительствам будут предусмотрены и компенсации для инвесторов, которые будут строить новые станции. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. Безопасная неделя в Самаре. Полицейские проводят в городе профилактическую акцию для пешеходов и водителей. Напоминают им о правилах дорожного движения. Как проходит эта акция, узнал Семен Безгинов. Владимир только что перебежал дорогу около рынка Норд в неположенном месте. Четыре полосы и плотное движение его не смутили, как и других пешеходов. У нас несколько лет назад подряд несколько человек погибли под колесами автомобиля. Потому что вот так, как вы сейчас лавировали. Здесь трамваи ходят, здесь больше груза. Владимир получает от полицейских предупреждение, но не штраф. Инспекторы проводят профилактическую акцию «Неделя безопасности». По улицам нашего города можно наблюдать такую картину, как пешеходы, лавируя между машинами, переходят в неположенном месте. Но хуже того, когда родители ведут своих детей за руку, демонстрируя, игнорируя правила дорожного движения, показывают им пример. Хотя взрослые люди должны пример показывать законопослушность. Водители и пешеходы только начали выходить из отпусков и заново привыкать к городскому ритму. Именно поэтому и нужна безопасная неделя – напомнить горожанам о правилах дорожного движения. «Уважаемые пешеходы, ожидать общественный транспорт нужно на посадочных площадках, а не посередине проезжей части. Вы создаете аварийную ситуацию». Особенно это важно в преддверии 1 сентября, когда на улицах появятся школьники. «Большая проблема, и не только пешеходы, дети. В основном дети. Проблема велосипедистов, которые пересекают проезжую часть на пешеходном переходе, не спешиваясь и даже не смотря по сторонам. Потому что велосипедист на переходе – это огромная опасность». «Молодежь сейчас правда старается переходить правильно, особенно в таких опасных местах, как вот это». Штраф за переход улицы в неположенном месте – 500 рублей. Но гораздо важнее то, что, пытаясь сэкономить время, легко можно потерять жизнь. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. Один из отравившихся под Сызренью мигрантов умер в больнице. Информацию об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. По данным ведомства, на сегодняшний день в лечебных учреждениях остаются 55 из 69 отравившихся мигрантов, а 13 уже выписаны. Напомним, ЧП произошло 17 июля. Граждане Узбекистана были госпитализированы с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Все они работали в садоводческом предприятии «Кошелевский посад». Вещество, которым отравились люди, пока точно не установлено. Исследования могут продолжаться не один месяц. Но, предположительно, работники могли отравиться препаратом из группы декумаринов. Он используется в крысиных ядах. Животные погибают от множественных кровотечений. Прокуратура проверит, кто портит воздух на безымянке в Самаре. Чиновники вместе с представителями надзорного ведомства намерены посетить одно из местных предприятий. Жители Кировского района пожаловались на появление в воздухе неприятного запаха. По словам горожан, он ощущался в четверг, 15 августа, около 9 утра. В Департаменте городского хозяйства и экологии Самары сообщили, что на территории Кировского района проводится обследование на предмет несанкционированных выбросов. Сегодня специалисты намерены посетить потенциального загрязнителя воздуха совместно с прокуратурой. Правда, что это за предприятие, пока не уточняется. Самарский блошиный рынок хотят перенести на Московское шоссе. Сейчас он располагается недалеко от стадиона «Буревестник», и местные жители против. Недовольны наличием рынка также прихожане православного храма на улице Буянова. Сообщается, что Департамент градостроительства Самары предложил для барахолки несколько возможных площадок для размещения, платформу Ягодную, а также пересечение проспекта Масленниково и Московского шоссе. Когда будет окончательно принято решение о переносе рынка, не уточняется. Житель губернии заплатил более 250 тысяч рублей за нападение его собаки на соседку. Эту сумму взыскали судебные приставы. Женщина, на которую напала собака, была госпитализирована и долгое время восстанавливалась. За возмещение материального ущерба и компенсации морального вреда она обратилась в суд, и тот встал на ее сторону. В Самаре из-за ремонтных работ перекрыли движение в районе Комсомольской площади. Речь идет об участке между улицами Агибалова и Спортивные в направлении Цум-Самара-Пригородный автовокзал. По информации мэрии Самары, ограничения будут действовать с 8 утра 16 августа до 6 утра 19 августа. Движение закрыто по следующим направлениям. По улице Льва Толстого от Никитинской до Агибалова по направлению в сторону железнодорожного вокзала. По Комсомольской площади от Агибалова до Спортивной и по Спортивной от Комсомольской площади до улицы Красноармейская. Из-за этого также изменится маршрут следования общественного транспорта. Тем временем на сайте Самарагис порция свежих новостей. Наши корреспонденты прогуляли Квентина Тарантино по Самаре с помощью телеграм-бота. Также на сайте опубликованы уникальные фотографии строительства самарского цирка. Один из самых популярных материалов на портале – история успеха самарской модели Даши Галочкиной. Она завоевала Китай, где стала одним из известных производителей одежды и косметики. А ее видео моментально расходятся в местных соцсетях. Эти и другие материалы читайте и смотрите на samaragis.ru Полный зал и бурные аплодисменты публике. В Театре Самарская площадь открылся 33-й сезон. Зрителям показали комедию о полицейских человек из Подольска. Игру актеров оценил Семен Безгинов. Театр как родной дом. Мир спектаклей для сына Юлии Конегиной открылся в Самарской площади. Здесь он увидел первую в своей жизни постановку. Сама Юлия ходит в этот театр уже больше 10 лет. В этот раз она пришла на открытие 33-го сезона Самарской площади. Мне кажется, это такой уютный, домашний, теплый театр. Я всегда хожу сюда с удовольствием. Многие спектакли мы ходим и повторно, то есть с семьей, и с сыном, и с друзьями. Открываемся, слава богу, не премьерой. Потому что по-прежнему опыту мы поняли, что открывать сезон, да еще премьеры, это крайне тяжело. Поэтому мы открываемся спектаклями, которые мы уже обкатали. Я не то чтобы волнуюсь, скорее даже наоборот. Для меня такая полная жизнь начинается, когда мы начинаем играть. Сезон открылся спектаклем «Человек из Подольска». Это смешная и отчасти абсурдная постановка. Или просто госпожа. Госпожа Марина. О, госпожа Марина, это партнография какая-то. Вот серьезнее. Главный герой – редактор подмосковной газеты. Он оказывается в полицейском участке и уже ждет для себя самого плохого. Вместо этого полицейские говорят с ним о его жизни, увлечениях. Начинаясь как комедия, спектакль затем превращается в тяжелую историю о загубленной человеческой жизни. Говорит о том, что надо смотреть по сторонам. Жизнь идет мимо, а мы все в гаджетах. Мы не знаем своего города, мы не знаем своего соседа. Нам это все равно. Мы показываем полицейских хорошими, добрыми, порядочными людьми, которые хотят сделать наш мир лучше. И, соответственно, человека лучше. Спектакль был отыгран на бис. Зал аплодировал стоя. Впереди у Самарской площади. Любимые горожанами спектакли и целых три театральных фестиваля. Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Москва, Нью-Йорк и Самара. В городе прошел концерт с зарубежными российскими звездами джаза. Его послушал наш корреспондент. Люди имеют настоящую любовь к российской и бразильской музыке. Я очень люблю изучать другие места и собирать там новые истории. Американец Эрик Александр одна из заметных фигур в джазовых кругах. Он за свою долгую карьеру успел поиграть со многими всемирно известными музыкантами, которые определяли историю джаза. В Самару он приехал с московским квартетом Алексея Подымкина отыграться в местный концерт, который стал частью джазу в фестивале «Движение». Эрик в Самаре первый раз, но уже отметил добродушие горожан. Ну а его друзья говорят, приезд Эрика – событие и для Самары, и для России. Очень немного, скажем, музыкантов, которые сегодня влияют вообще на ход и сохранение традиций, и на ход какой-то джазовой жизни. Все равно основные тенденции джаза, они все равно зарождаются, развиваются, и потом распространяются по миру из Нью-Йорка. То есть Нью-Йорк – это все равно мекка, это место, куда все самые прогрессивные музыканты съезжаются. Эти музыканты являются представителями качественной джазовой музыки, и под счастливой случайностью как раз Эрик Александр оказался в России. Сегодняшний концерт проходит в рамках городского проекта «Культурное сердце России». На концерте Эрик и квартет Алексея Подымкина отыграли джазовые стандарты – мелодии, которые прочно закрепились в этой музыке. Программу музыканты репетировали лишь раз – на первом совместном концерте в Москве. Отыграть на уровне в Самаре – это им не помешало. Сказываются десятки лет в джазе. Самарцы оценили мастерство. Я сам родом из джаза, и мы еще там в те годы, когда говорили, кто сегодня играет джаз, кто завтра Родина продаст, мы как бы оттуда еще. Уровень чувствуется еще. Ну, у нас тоже есть много достойных, но, конечно, приятно всегда послушать настоящих, потому что это большой праздник для Самары. Финал джазового фестиваля пройдет в День города, куда организаторы также планируют позвать звезд джаза. Одной из них станет оркестр Олега Лунстрома. Александр Шугаев, Семен Безвинов, Николай Сидоров. События. Крыльям советов представили нового тренера. Специалист прибыл из Мюнхена, где проходил реабилитацию. Тренером стал экс-капитан команды Сергей Корнеленко. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Корнеленко уже включили в заявку команды. Он пополнил тренерский штаб Меадрага Божевича и даже провел первую тренировку в новом качестве. В декабре 2018 года Корнеленко получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, заявили в крыльях. Сейчас Сергею Корнеленко 36 лет, родом он из Белоруссии. Ранее экс-футболист уже выступал за крылья советов на протяжении 9 лет. За это время он провел 205 матчей и забил 56 голов. В настоящее время самарская команда готовится ко встрече с Екатеринбургским Уралом. Игра пройдет на выезде. Матч состоится уже в эту субботу, 17 августа. Начало в 15 часов по самарскому времени. В спецкомбинате ритуальных услуг изменился номер круглосуточного телефона. Об этом информирует Департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Позвонив по круглосуточному телефону, указанному на экране, можно получить бесплатные информационные услуги по похоронному обслуживанию или сделать вызов ритуального агента на дом. Напомним, что муниципальное предприятие является единственной специализированной службой по вопросам похоронного дела в Самаре, которая оказывает в том числе и услуги по погребению согласно гарантированному перечню на безвозмездной основе. На этом вся информация. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова